спасибо большое за приглашение вот я немножечко хочу поговорить о определении гипердиагностики как нам выйти из этого затруднительного положения это геномика генотипирования микрочипы и т.д. и т.п. мы говорили о том как определить как это делалось в 19 веке и как это делается в 21 веке стандартное определение случаев онкологических и используя биопсию используя возможности геномики прежде всего тестирование для выявления гипердиагностики оно должно быть высокоспецифичным и низкий показатель ложноположительных много параметрическое мрт тоже используется для определения и анатомические структуры клеточные структуры а также васкулиризацию 85 90 процентов чувствительности и 70 90 процентов это прогностической ценности отрицательного результата прогностической значимости извините отрицательного результата но и определенная роль в активном надзоре оценка прогрессирования заболевания вот это эти исследования также показывают метаболизм а также активность на клеточном уровне если целый ряд геномных тестов вот это 20 достижение 21 века стандартное определение это мрнк это маркеры это выявление рака простаты пса использовался достаточно широко используется 12 различных генов и 5 различных референтных генов и идея такая какие гены включаются выключаются из этого процесса каков уровень экспрессии генов а вот решили разработать больную оценку от 0 до 100 когда 100 когда есть вероятность высокая вероятность метастазирования вот и затем какой результат биопсии что вот этот вот рак например мы пытались тоже руководствоваться шибальной оценкой глиссона вот те пациенты которые показано лечение и те пациенты которых просто нужно наблюдать онкотипа dx это сейчас широко рекламируется и является прогнозов исходов на более поздних этапах в соединенных штатах приобрел особую популярность но молекулярные методы визуализации этому ли это новый тестирование новых лекарственных средств это мамограмма и мамограмма показывает нам архитектуру и снимки мамографические они скорее всего нас будет подталкивать гипердиагностики особенно быстро растущий опухоль тогда как ядерная медицина эта визуализация на молекулярном уровне здесь показан метаболизм опухоли как опухоль начинает забирать сахар судя по молекулярному окрашиванию вот и теперь это используется визуализации на молекулярном уровне молочной железы в качестве метода скрининга они появляют выявлять более агрессивные менее агрессивные опухоли есть целый ряд биомаркеров тоже рекламируется сегодня это вот ссылка на эско где есть предлагаются всевозможные биомаркеры это архитектура рака молочной железы тоже лежит в основе геномика 21 ген какие гены включаются какие выключаются какая здесь избыточная экспрессия генов чем выше число тем больше вероятность того что опухоль носит агрессивный характер чем меньше так сказать таких генов она менее агрессивна и архитектура рака молочной железы это ин-ситу например а также вероятность рецидивов и какая вероятность получения выгоды от химиотерапии или монотерапии например только в мы начинаем обращать внимание на прогностические или прогностические мама принт например это генетическая подпись и и хер два используется и одевантная система в случае с раком простаты мы уже дошли до такой стадии когда говорим это кандидат для активного наблюдения а в случае рака молочной железы мы пока не дошли до такой степени зрелости видимо потребуется лет 15 прежде чем эти тесты новые будет нам однозначно говорить что женщина с раком молочной железы что ее нужно активно наблюдать например мы особенно когда рейсе карцинома протоков или ин-ситу клинические исследования помогают нам разрабатывать прогностические какие-то маркеры больше выраженная агрессивность меньше в менее выраженная агрессивность стоит ли наблюдать либо приступать немедленно к лечению вот как мы собираемся выйти из положения из такой массах массах случаев гипердиагностики рака чтобы понять какими на формы случаи нуждаются в лечении которые нет что касается рмж нужно конечно наблюдение вести за пределами клинической среды что касается ракопростаты мы можем это себе позволить а что к рако щитовидки очень многие медицинские центры ведут наблюдения по словам которых небольшой популярный рак щитовидки спасибо я закончил